Так вера в людей означает определенная культура наполнения человечностью, человеческой силой. И эта культура наполнения, она имеет свои законы. Например, если я не уважаю старших, то я не буду уважаемым человеком, потому что сила уважаемости приходит от старших. Меня ничего не слушают мои дети. В чем дело? Почему они меня не хотят слушать? Потому что у меня нет силы уважаемости. Потому что я не имею этой силы, которая бы заставила, вот сила вдохновляет детей уважать меня. Нет у меня этой силы, потому что я их не беру от родителей. Я не забываю об одном. Память. На краю родной земли поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Видите, философский вопрос. А если они там... Ум же хочет вывернуться от того, чтобы соединиться с любовью. Нужна аскеза, нужно вложить аскезу, чтобы полюбить. А у меня вот родители вот тут. Ну хорошо, тогда дети тебя не будут слушаться. Да? Да? Ну тогда я подумаю. Не только подумай, а еще и поклонись. Ну что если ты просто подумаешь, от этого ничего не поменяется. Нужно действовать. Хотя бы в уме поклониться родителям. Поклонился раз в уме. Уже лучше. Поклонился два в уме. Начал практику. Кланяться родителям, кланяться старшим. Кланяться родителям, кланяться старшим. Что дальше? А дальше через тебя начинает идти сила. Отношения с подчиненными налаживаются. Отношения с женой налаживаются. Отношения с детьми налаживаются. Почему? Потому что ты запустил процесс отношений. Вера в людей означает отношения. Непобедимость. Есть такое свойство. Непобедимость. Оно идет из верности. Истекает из верности. Непобедимость. Хотите услышать опыт человека, который прошел войну, пускай ту войну, которая сейчас уже не нужна. Но не важно. Война всегда означает экзамен. Слушайте. Непобедимость. Почему человек не боится смерти? Потому что он имеет веру. И эта вера, она делает свою вещь, свою силу, дает силу. Вера дает возможность человеку устоять перед тем, что бросила жена. Перед тем, что выгнали с работы. Перед тем, что тебе неизмеримо трудно победить свою болезнь. Перед тем, что у тебя нет прибежища, там, где ты живешь. И так далее. Это все, для этого всего нужна просто вера. Во что? Да во что хотите. Если у вас есть хоть какая-то вера, хоть во что-то, тогда вы выстоите. А если у вас веры нет, тогда нет. Я просто говорю о том, как человеческие отношения спасают жизнь. Мы говорили о природе, дает здоровье. Если вы хотите, чтобы у вас была семья, была работа, и была гармония со всем, тогда нужно верить в людей. А как же Бог? А Бог находится во всем этом и над всем этим. Мы дойдем еще до Бога. Но вот знаете, человек, который не верит в природу, не верит в людей, не верит в святость, он Бога не знает. Некоторые говорят, а я хочу только Богу молиться, и только на него смотреть. Так значит, ты не знаешь, зачем это все надо, зачем он это все создал, зачем он создал природу, зачем людей. Если Бога во всем этом нет, тогда Бога вообще, как ты будешь с ним отношения строить? Слушайте. А? Во всех людей надо верить. Нет. Во всех. Не во всех. Верить можно только в то, что дает божественную силу. То есть, есть святые люди, есть особенные люди в твоей жизни, особенные люди, в них надо верить. То есть, если ты не понимаешь этого, что есть особенные люди, тогда они будут верой. Вера — это уникальная вещь. как человек побеждает смерть. Может, вы уже слышали моих лекций? Лишний раз послушать не помешает, привозит веру. пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули не яска, темной ночью, темной ночью хранила. Темной ночью хранила шею. Радостно мне, я с покоем в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, что со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались смерть с мыслями. Вот и теперь надо мной она крутится, ты меня шлёшь и у детской кровати не слишь. и по этому сна и со мной ничего не снишь. Система ясна? Ну, если у тебя этой системы нет, как ты выстоишь? Вера передаётся так же, как аромат цветка до одного человека к другому. Когда человек какой-то имеет веру, тогда другой от него может взять, если он её чувствует. и у него это будет веру. Продолжение следует...